Добрый день, уважаемые зрители телеканала Планеты Дзюдо, Ютуб-канала. Мы в гостях у Владимира Сидорова, мастера традиционного цигун и большого поклонника и исследователя пути. И мы сегодня здесь для того, чтобы подсудить очень такую тему, касаемую боевых искусств, и, на мой взгляд, очень важную это тему кодексов. Во всех областях боевых искусств, и не только боевых искусств, вообще в жизни есть кодекс, какие-то своды правил. В боевых искусствах они тоже есть, и, на мой взгляд, они имеют какое-то определенное место в боевых искусствах. Абсолютно, абсолютно. Я согласен. Какое, мы сейчас, наверное, разберемся в конце уже, поставим как-то точки. Но вот я хочу, они в основном во всех стилях плюс-минус одинаковые. И я хочу рассмотреть их с точки зрения, вот есть такой кодекс дзюдо, который выработал, ну, опять-таки, из кодекса «Пути воины» и так далее, «Канди год». Он изложил раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человеческих качеств, которые необходимо развивать в себе, или без которых человек просто не может, по его мнению, практиковать или вообще быть человеком вот таким пути. Роман, можно перечислить прямо? Да. Я их перечислил, эти качества. Вот в порядок их мне тоже интересен, потому что порядок тоже определяет, да? Что это в себе, то что в себе. Очень интересно. Есть дружба, уважение, истренность, честность, скромность, самоконтроль, храбрость, вежливость. Сразу, сразу, как бы, есть, безусловно, параллели с системой, которая в Китае называется, ну, D, да? То есть, некий свод таких качеств, которые должны быть присущи это боевое искусство изучать. В китайском варианте все начинается со смирения и завершается смелостью. То есть, на первое место ставится мягкость, то есть, смирение, терпение, уважение, искренность, и уже подобные будут качества, которые больше на такую проявленность, да? Как бы, на смелость, на целеустремленность, на некую верность, на некую, да, приверженность, да, пути. То есть, мягкое ставится на первое место, а жесткое на второе место. Значит, в принципе, как мы понимаем, это все прослеживается в различных системах, стилях, да, боевых искусств. То есть, оно прослеживается. И вот мне хотелось бы в контексте вот этого вот кодекса Джудом, и ты будешь добавлять просто из своего опыта, да, из той школы, которые ты практикуешь, которые ты преподаешь. Где-то есть, вот смотри, как еще очень интересно подмечено написано, дружба – самое чистое из всех человеческих чувств. Вот как ты можешь это, ну, как выразить, вот, скажем так, словами? Вообще, насколько дружба важна? Насколько она может развиваться с помощью боевых искусств, да, или вообще системы таких оздоровительных практик? Это насколько… или человек должен быть уже дружелюбным? Или, ну, вот. Здесь так. Все-таки кодексы, на мой взгляд, это декларация, которая помогает нам обсуждать с теми, кто занимается эти качества. У каждого человека они наработаны в своей мере. То есть сейчас говорят о том, что есть некий социальный интеллект. Да, то есть эмоциональный, да, социальный интеллект. То есть вот одни люди, как бы, эмоциональные и социальные, да, как бы, они эффективны, а другим это предстоит наработать. Важно, на мой взгляд, здесь другое, что те, кто хочет стать учеником-мастером, вот в китайской традиции мы подписываем большие. То есть мы приходим заниматься, и потом мы обращаемся к учителю с просьбой принять нас в ученики. И это отдельная совершенно процедура. То есть мы можем заниматься в школе. Например, вот я пришел, и через 15 лет только, ну, меньше 15, да, 8, да. То есть я уже к тому времени занимался своими искусствами 20 лет, например, да. И я попросился к учителю ученики. И вот тогда, когда он принимает решение, принимать меня в ученики или нет, то есть подписывать ли со мной пожизненный договор, да, который, как бы, является источником всего, да, всей юрисдикции вывода искусства в Китае. То есть как бы, то есть право на преподавание, которое возникает, когда подписывается этот договор. Нет. О том, что учитель говорит, что я передал все без утайки, и буду передавать пока жив, и ученик обязуется все это принять. И вот тогда, когда учитель это решение принимает, он уже, конечно, руководствуется тем, наработанное в тебе вот это вот гун-фу отношение или нет. То есть в начальном этапе, как вы говорили, было бы хорошо, чтобы, дорогие ученики, вы над этим подумали. Но для того, чтобы войти в традицию, по большому счету, то есть к большому мастеру попасть в эти ученики, их уже надо наработать. Так же, как и технические приемы. То есть вот эта вот социальная эффективность, она прямо оценивается. Это ты говоришь в общем кодексе, да? Да. Чтобы войти в массиво, надо уже иметь хотя бы на каком-то уровне вот эти все качества. Нет, на хорошем. На хорошем. Он передаст в школу, как бы, если ты социально неэффективен. То есть если твое общение имеет изъяны, как бы, он говорит, давай думай, почему так? Почему люди к тебе пришли, как бы, и они от тебя ушли? А вот можно сказать так, что принимая ученика к себе, мастер тем самым показывает, подписывает в семьякий договор дружбу? Потому что не есть никто, чтобы... Нет, нет, нет. Он старается. То есть до тех пор, пока у вас не дошло договора, до тех пор, пока вы вместе, да, работаете, все обсуждаете, да, так сказать, занимаетесь, он передает искусство. То есть до тех пор, пока мы, как бы, не подписываем договор. То есть мы учимся. То есть это учебный режим. То есть, как бы, и ученику должны, как бы, должны быть, там, право на ошибку, на обучение. Наоборот, да, мы должны через множество ситуаций пройти вместе с учителем, съездить на турниры, посмотреть, как он общается с братьевниками, со старшими учениками, как он общается. То есть как он общается с младшими учениками, как он общается с девушками, да, в школе, да, то есть как он вежлив, да, вот что, то есть как он общается с учителем. самим учителем, то есть как он себя показывает, как он чай наливает, а не наливает, и это все время обучение, то есть вот собственно обучение Будо, обучение как бы им искусством, это и есть обучение вот этой социально-эмоциональной эффективности во многом, то есть это передача этих навыков, но уже когда мы говорим о том, что человек как бы почти мастер, то он как бы должен прямо это все на пять делать, то есть он очень тренирован об этом должен быть, очень тренирован, в настроении дружеских отношений, долгосрочных, потому что с друзьями надо все обсуждать, какие-то шероховатости сглаживать и так далее, то есть вот так, во времени я делаю это, видишь, то есть как бы есть период обучения, да, а есть когда уже как бы обучение завершается, да, и мы говорим, переходим к мастерству, ну вот как-то смеются, да, то есть сначала мы на пути, а потом путь в нас уже, то есть в какой-то момент мы хорошо уже тренировались и становимся как бы больше носителями при всей структуре, вот, и это очень-очень сложный момент, то есть приходится уже как тогда понимать, что пришел человек, надо ему не только техники учить, но и как общаться, как, да, это получается объем нашей работы как бы, то есть мы не техники, получается, а вот это состояние, да, вот училище. Вот тут уже такой на работу больше вот именно, как ты сказал, социальные отношения между людьми, да, то есть вот уже дружба, да, да, то есть построение, да. Хорошо, но все-таки вот чтобы так вот, да, выжимка такую, да, дружба, на твой взгляд, все-таки это самое чистое из всех человеческих чувств. Ну, это безусловно. А насколько еще дружба важна в практике боевого искусства? Или в практике боевого искусства не может быть дружбы? Ну, мы не можем дружить с людьми, с которыми мы не погрались, с которыми мы не поборолись. А как мы с ними будем дружить? Я не понимаю. Мы как бы, мы не перешли на личности, да, мы не дошли до дна, мы не вышли на поединок с этим человеком. Ну, как мы с ними можем дружить? Мы не знаем, чего он стоит, какой он в борьбе, какой он, да, жестокий или не жестокий. Никто не видел как бы человека, пока он не вышел на ковер. Он же другой тут. Он является всем другим, он сильный, он конкурентный. Может ли он в этом сохранить свое, как бы, человеческое лицо и достоинство? Кто его таким видит? Его никто не видит, только тот, с кем он на ковер выходит так. Он же всю жизнь, как бы, всю агрессию, все, как бы, все скрывает. А тут, как бы, пожалуйста. И вот, вот, и если ты тут с человеком, да, как бы, вот, ты его видишь тут, целиком. Он борется, он борется с тобой, он тебе показывает себя всего. Он не может ничего от тебя скрыть, как бы. Ты видишь его по-настоящему, потому что вы боретесь за равновесие, как бы. Это показывает, как будто ты всю душу открыл человеку. Да, и... И если он тебе в этом нравится, то, конечно, можно дружить. Я считаю, что нельзя, с кем ты не боролся, не дружи с ним никогда. С кем ты не дрался, не дружи с ним, как ты можешь, ты не можешь так, понимаешь? У вас нет вот этого. Он, человек, не чувствует, что вы не выйдете на ковер на следующую идею. Если он это помнит, то он вообще глупости перестает делать. Ну, вот, как дисциплина, да? То есть, а с учителем, да? Я же всегда помню, что я хочу победить учителя, но я не могу. Потому что он страшно крут как бы. И это для меня источник как бы... Хорошо. Вот ты сейчас сказал про учителя. Или все-таки это... Как ты сейчас сказал? Ты выходишь с учителем, да? Одно дело, ты вышел со своим... С таким же учеником, как ты, учеником, да? И тут ты через вот этот опыт взаимодействия с ним, ты понимаешь, друг он тебе, да? Или он не готов быть тебе другом. Или наоборот, он понимает, да? Ты готов встать на него? Да, да, да. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Но с учителем тогда, вот ты сказал, да? Ты понимаешь, что он... Ну да, понятно, что учитель это, конечно же, он... Он образец. Он образец. Он образец. Не говорит ли это о том, что из-за того, что у тебя есть колоссальное уважение к учителю, вот одно из качеств такого, уважение. И написано, без уважения нет доверия. И вот это, именно уважение к учителю не дает тебе возможности сделать... Ну, можно максимально проявить себя или как-то еще... Вот давай про уважение. Здесь такая история. Такая история, да? Что... С учителем и с учеником, как бы, это... Очень важные вещи, да? То есть, когда мы выбираем учителя, да? То есть, для себя. То мы, как бы, должны вот как раз... То есть, того, кого мы уважаем, того, кому мы доверяем, с тем... То есть, перед кем есть определенная, как бы, у кого есть для нас вот харизма определенная, да? То есть, мы специально в себе такого человека ищем, который бы смог нас вести долгие годы. То есть, это некое стратегическое такое партнерство, да? То есть, я бы обозначил, что это во времени, да? Человек, которому ты доверяешь во многом, да? Организацию своего развития. То есть, которому ты доверяешь решение вот этих стратегических вопросов. Он решает, он говорит, давай вот этим ты займешься. И ты говоришь, да, учитель, конечно, да. И едешь об этом вот. То есть, да, 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 безусловно. То есть, вот так же, как поединок, да, решает... С коллегами, да, и с учениками много вопросов. И с учителем тоже поединок много решает, да? Потому что он для Китая, это, наверное, всегда... Люди очень-очень-очень сверхкомпетентные в боевых искусствах. То есть, они тебе показывают, почему именно наука, которую они передают, сильнее, чем твой опыт. То есть, мы вот приехали, например, к учителю Фанжитяну в 2005 году. Но было 79 лет. И он говорит, да, давайте потолкаемся. Он говорит, что же, ну как-то неудобно. Он говорит, давайте потолкаемся. И что оказалось? Что каждый раз, когда мы его касаемся, мы падаем, мы ничего не можем сделать. Хотя человек в три раза нас старше. Вообще ничего. Здесь нет вот этой части уважения, что вы просто... Ну, как бы у вас был некий комплекс такой, что все-таки он учитель, а вы... И вот это уважение не дает вам возможности его все-таки как-то сдвинуть. Это не... Нет, нет. То есть, ты каждый раз этот вопрос исследуешь. То есть, ты задаешь учителю предельно откровенные вопросы. Да, там... И смотришь как-то, как он показывает на все. Для меня это очень важно. То есть, у меня... Для меня учитель — это вот источник вот этой вот, как бы, мудрости, да, такой жизненной и прикладной. То есть, это очень... комплексное такое явление, да. То есть... Как искренность пересекается и выливается и переливается в боевых искусствах? Вот такое качество человека, как искренность. И вот так подмечено здесь, что искренность — это выражение чувств без фальши. То есть, я так считаю, что нужно делать на том уровне, на котором мы сейчас... Ну, то есть, открыто и искренне, например, делать упражнения. То есть, когда надо поделать — поделать, а потом подумать. То есть, искренность — это во многом внутренняя целостность. То есть, мы должны делать все, как мы сейчас понимаем. Возможно, пройдет некоторое время, и мы будем все понимать по-другому. Это всегда так происходит в этом искусстве, потому что это путь. То есть, путь — это двигаться с остановками. То есть, мы должны идти к намеченной цели, потом сделать прямал и подумать, что это будет. Как мы — эффективно, неэффективно, можно ли что-то улучшить. Но пока мы действуем, мы действуем целостно и без оглядки. То есть, ну, как бы, со всеми доступными нам возможностями работы. Вот так. То есть, в этом нам искренне здесь, наверное, подразумевается не только быть искренним, там, к своим партнерам, к учителю, так же и к себе, да? Это сложно, это сложно. Это достигается в нашем мире сложно, конечно. Потому что человек очень сложный, у него очень много, да? Он живет долгую жизнь, у него много людей вокруг него, много мыслей, да? То есть, собрать во инфина, да, некое эмерию природную, мысль и сердечность — это сложно. Ну, согласись, да? То есть, мы редко видим людей, которые одновременно технически совершенные, хорошо общаются с людьми, при этом у них все в порядке с пониманием. Это скорее, как бы, для нас такое, как бы… То есть, человек может быть душевный, но технически не очень, как бы, да? Или технически грамотный, но сволочь редко, да? Или умный, но технически сделать не может сам. Или умный, но не человечный. Это очень сложно свести это все вместе. И этому как раз школа до этого и есть. Чтобы вот это делать, чтобы постепенно выяснять, да? А что вы думаете? А что вы чувствуете? А что вы делаете? Чтобы люди начали задавать эти вопросы, и учитель начали задавать себе эти вопросы. Что он сейчас чувствует? Что он сейчас делает? Что он сейчас думает? Это все единое. То есть, искренность — это когда это не разорвать. Ну, так очень редко было. У нас иногда мысли про одно, так сказать, общение про другое, а поступки про третье. Это вместе, как бы, нужно иметь опыт, анализировать и как-то совершенствовать. То есть, всегда можно лучше сделать. Ну, вот эти качества, которые мы сейчас уже, да, обговорили в рассуждениях наших, они... Их возможно развить наибольшим образом через практику. Вот боюсь. Да, да. Через практику и общение. То есть, вот как... Мне нравится, что мы в их искусствах такими маленькими группами развиваемся. То есть, мы делали вместе упражнения и потом обсуждали с учениками, что получилось, что не получилось, какие у нас мысли. То есть, честно и открыто все обсуждали. Ну, вот ты сказал сейчас честно. Это еще, то есть, качество, которое есть в кодексе Зюдо. Честность. Верность своему слову. Здесь, да, очень большое противоречие. То есть, в боевых искусствах мы должны побеждать хитростью. Всегда. То есть, мы должны побеждать, как бы, умно. То есть, должны побеждать, как бы, так, чтобы партнер нас не понял. То есть, должна быть какая-то хитринка. Но даже она должна быть честно. Ну, как бы. То есть, мы честно должны хитрить. Когда мы занимаемся боевыми искусствами, да, то есть, мы должны, как бы, переиграть партнер. Переиграть здесь и здесь. Да. Следушка, можно? Чайничка. Вот это интересная вещь. Поэтому есть некая интересная вещь. Я, наверное, так сказал. То есть, честно хитрить. Да, да. То есть, честно пытаться переиграть, как бы, партнерам. То есть. А что значит, по-кому, не честно хитрить? Как это? Не честно хитрить, это, каким-то образом, например, в поединке. Делать так, чтобы ты нанес ему брешья. То есть, не научил его честно. То есть, не переиграть, как чисто, да. Не переиграть, вот, с помощью, как бы, практики. А переиграть как-то по-другому, да. А честно хитрить, это... Это... Честно хитрить, это так, чтобы он не мог сопротивляться. То есть, у него не было возможности ответить. То есть, это высокий технический уровень должен иметь очень. и очень высокую квалификацию. Поэтому вот так. Чемпион, смотри, вот эти пункты, которые, да, вот, последовательность, там, дружба, уважение, истинность, честность. Вот, первое, второе, третье, они же тоже не просто так поставлены, да, наверняка. Как мне кажется, все-таки есть какая-то непорядочность. То есть, почему дружба впереди стоит, а не стоит впереди, там, честность. Почему, там, истинность после уважения, а не перед уважением. В этом есть какая-то взаимосвязь? Да, да. Ну, потому что, вот, я думаю, что мы про это поговорили в начале. То есть, что мы понимаем, что мы пришли в школу, и здесь учебная ситуация. Мы пришли учиться.